Доступ к дому за счет соседей. С такой проблемой столкнулся герой нашего следующего сюжета. Пытаясь добиться справедливости и отстаивая свое право на безбарьерную среду, тюменец инвалид даже не рассчитывал, что все хлопоты и траты по оборудованию дома пандусом лягут на плечи ТСЖ, а значит и всех собственников. Ситуацией разбиралась Ирина Канева. Два швиллера у входа в дом на Седову 55, соседская помощь Владиславу Чикишеву. Инвалид-колясочник живет на первом этаже, но даже это обстоятельство не решает трудности при входе и выходе из квартиры. Влад не раз просил власти и коммунальщиков помочь с установкой пандуса в подъезде, но дальше ответов мог ждить и очереди. Борьба за безбарьерную среду не продвинулась ни на шаг. Был мне предоставлен пандус телескопический. Смысл у него был такой, что я должен сам выйти из квартиры, расстелить его на лестничном пролете, спуститься, сложить его обратно и положить домой, уехать из дома. Как-то не так получается. Было-было, но я от него отказался. Неудобно и он просто, как сказать, принесет больше травм у меня, чем помощи. В Департаменте социального развития области считают, что обеспечивать доступ к жилым помещениям по закону должно ТСЖ, в данном случае Полтава. В таком случае бремя платежа за необходимое оборудование подъезда ляжет на плечи всех жильцов и даже согласие соседей Влада не понадобится. Складывающаяся судебная практика говорит о том, что вне зависимости от того, каким будет решение общего собрания, решение суда может быть положительным в этой части. Даже по самым скромным подсчетам общая стоимость проекта выльется в 115 тысяч рублей. Накладки на лестничные марши для преодоления первых ступеней до первого этажа, на первом этаже, то есть 4-5 ступеней максимум. Цена вопроса у нас 21 тысяча за погонный метр, это вместе с установкой уже совсем. Срок изготовления порядка двух недель. Это немного бюджетный вариант, как бы он считается. И по цене как бы более-менее нормальный для ТСЖ, для управляющих компаний, как бы для жильцов. Насколько бюджетным окажется такой вариант для товарищества собственников жилья Полтавы, сказать сложно. Председатель ТСЖ так и не смогла с нами встретиться, но со слов самого Влада, такого исхода событий женщина явно не ожидала, до последнего рассчитывая на средства государства. Ирина Канева, Алексей Красных, Сибинформбюро.